Ты принимал на себя эти риски, это ты был покупателем, ты вступал в права собственности, да, есть обременение, но права собственности твои и ответственность за покупку твоя. Нотариус по факту удостоверяет, что ты это ты и подпись это твоя подпись и да, переход права он заказывает и он видит переход права, но он не видит историю и он не видит архив. Что делает банк? Вот то же самое? Смотри, нет, еще раз, я тебе сказал, что банк не будет заниматься расследованием, не будет заниматься расследованием, если в случае, если банк видит какой-то риск, который требует дополнительного расследования, то он тебе скажет, здесь есть риск, точка. Феликс, привет, я хочу с тобой сегодня поговорить вот о какой теме, буквально перед Новым годом, по-моему, на НТВ вышло видео, где наконец-то, я другого слова не могу использовать, наконец-то, наконец-то, журналисты нашли несколько человек, в том числе, там, женщину, не работающую, или там, ну, в общем, с детьми, которая пострадала вот от чего. Она купила квартиру, или не помню, по-моему, квартиру в ипотеку и была на 100% уверена, что раз ипотека, значит, банк проверил, значит, никаких проблем с этой квартирой не будет. В итоге, что получилось? С квартирой были серьезные проблемы, там, я не помню нюансов, ну, короче, сделку признали недействительной, потому что она там в каком-то поколении, что называется, давно-давно была неправильно, незаконно продана, всю цепочку отмотали, и последний, естественно, человек, который сейчас являет приобретателем, у него отжали это все дело. Это не единственный случай. Не единственный, да. Таких достаточных количеств. Я тебе скажу больше. Мне где-то год назад позвонил мой хороший приятель, который узнал благодаря соцсетям, что я работаю в теме недвижимости. И говорит, слушай, мало того, он работает программистом в одном из крупнейших банков России, и сказал, а вот у них там есть этот сервис, как там, проверок, что ли, юридических. Да. Да, сервис юридической проверки. Я, типа, вот там все проверил, это нормально, это все, как бы, для этого достаточно. Я сказал, слушай, ну, как бы, сервис-сервис, но он вот чего-то не проверяет, чего я до конца не знаю, поэтому решил к тебе обратиться. Объясни мне, вот, что проверяет банк, что он не проверяет. Давай разделим. Давай разделим. Есть обычная ипотека, обычная покупка, обычный покупатель. Что значит обычный? Ну, то и значит, сейчас, как бы, давай поговорим про отдельно, про сервис, так называемый сервис проверок, различных проверок, и это нужно делить, потому что это две, две, как бы, разные вещи абсолютно. Да ты что? Конечно, конечно. Смотри, давай, когда ты идешь покупать, там, не знаю, стиральную машину или холодильник в кредит, похоже ли это на покупку квартир в кредит под названием ипотека? Нет, конечно, даже я понимаю. Почему это не похоже? Ну, потому что там ты забираешь себе вещи, она твоя собственность. Секундочку, вопрос про проверку, вопрос, что проверяет банк. То есть, ты хочешь сказать, что если стиральная машинка ворованная? Не-не, банк что проверяет? Банк что интересует? Что интересует банк? Что банк потом придет тебе? Залог, предмет залога. Нет, банк, что он придет тебе забирать стиральную машинку или холодильник? Ну, что ты платежспособный. Точно, совершенно. Его интересует одна единственная вещь, что ты в состоянии обслуживать свои кредиты. Для этого анализируется твоя история и твоя ситуация как заемщика. Какой у тебя доход, какая у тебя зарплата, какие у тебя расходы. Кто ты такой. Сколько у тебя есть деменцев, какая у тебя история по бюро кредитных историй различных и так далее. Были ли у тебя просрочки платежей? Я почему говорю, кто ты такой, потому что я знаю много случаев, когда достаточно предприимчивым предпринимателям, у которых были свои компании с большим доходом, просто отказывали. Потому что предприниматель, в отличие от наемного сотрудника, нестабил. Потому что высокая зона риска с точки зрения твоих доходов, и не просто доходов, а, например, риска банкротства персонального и так далее. То есть, когда банк дает тебе деньги на покупку чего-либо, неважно сейчас чего, то он проверяет тебя как заемщика. И, в принципе, ему плюс-минус все равно, что ты собираешься покупать. Из-за того, что недвижимость попадает в залог банка, то как бы он проверяет вероятность потери этой недвижимости. Но это настолько поверхностно и вторично с точки зрения банка. Именно вторично. Потому что первично, вне зависимости от того, потеряешь ты квартиру, не потеряешь ты квартиру, ты останешься должным банку. Точка. Потому что это ты принимал на себя эти риски, это ты был покупателем, ты вступал в права собственности. Да, есть обременение, но права собственности твои, и ответственность за покупку твоя, и ответственность за проверку твоя. И банк к этому не имеет практически никакого отношения. Что проверяет банк с точки зрения недвижимости? Одну единственную вещь. Возможность перехода права. 22 или 8,5 выбирать вам. Я назвал ставки доходности для кондо-отеля от компании Becar. 8,5% годовых – это гарантированный доход, если вы подписываете договор с управляющей компанией на 5 лет. 22% – это максимальный доход без гарантии, если вы полагаетесь на гибкий график доходов от аренды. Инвестиции в кондо-отель – это владение отельным номером. Подробности по ссылке в описании. Там же запись на онлайн-презентацию, которая пройдет в 20-х числах следующего месяца. Можно только посмотреть. Перехода права от меня к какому-то другому человеку. Наоборот, к тебе. О том, что сделка состоится. О том, что сделка может… Можно поподробнее. Что значит перехода? Например, не в обременении у другого. А, что тот объект не под арестом? Не под арестом, не в обременении. Что переход права последний, который осуществлялся, он осуществлялся в соответствии с законом. Ключевое слово – последний. Да-да, последний, потому что, еще раз, их интересует сам факт совершения сделки. Будет сделка или не будет сделка? Ну да. Притормозит ее Росреестр или не притормозит? Если сделка состоится в этом смысле, с точки зрения не юридической частоты недвижимости, а с точки зрения процедуры сделки, она пройдет, то на этом проверка банка фактически заканчивается. Потому что на этом заканчивается их зона ответственности. Теперь ты можешь мне сказать, да, но если потеряется залог, и так далее, и так далее. Перед, ты поставишь напротив, рядом себестоимость проверки, а у него есть себестоимость, сейчас мы об этом поговорим. На все объекты недвижимости, по которым переходит право, то стоимость потери залога намного, намного меньше, чем себестоимость совокупных этих проверок по количеству сделок, которые проходят в общество в России. То есть, ты хочешь сказать, что банку невыгодно глубоко проверять, потому что по статистике просто количество вот этих вот потерь и залогов, оно не сравнимо. Мы слышим про такие вещи 5 раз в году. 5 раз в году, причем у разных банков. Не будет у одного и того же банка. И то благодаря СМИ, потому что они это дело любят. Это же хайп, это же... Ну окей, наверняка эти случаи есть. Даже если это не СМИ, не хайп, то наше сообщество все равно это вытащит в интернет, потому что через нас это все равно дойдет до информации, до рынка и до клиента. Я не думаю, что это что-то, что покрытое тайной. Я думаю, что реально в году, ну 3-5 таких случаев в общей сложности, даже если их 10 и распределить их по 3-4 банкам, основным, которые выдают ипотеку, то окажется, что твоя вероятность потерять, это не знаю, там 1,5 миллиона рублей в году, 2 миллиона рублей в году. Я сейчас говорю тебе не о московской цене недвижимости, я сейчас говорю о российской цене недвижимости. Теперь себестоимость одной проверки там окажется что-нибудь вокруг 10 тысяч рублей. Дальше умножь 2 миллиона на 10 тысяч рублей, подели, ты поймешь, сколько квартир ты всего можешь за эти деньги проверить. Ничтожно мало. Ничтожно мало. Поэтому банку выгоднее потерять залог, при этом заемщик все равно ему должен остаться. Заемщик куда не делся, это теперь его проблемы. Пусть теперь Абрама поручивается. Я правильно понимаю, что здесь можно провести параллель между, ну ты привел стиральную машинку все-таки далеко, а я приведу параллель с автомобилем. Когда я беру автомобиль в кредит, ну точнее я беру кредит у банка на покупку автомобиля, здесь важная терминология, я беру кредит, чтобы купить. А у нас постоянно вот и в СМИ, и в общепринятой терминологии всегда происходит вот это вот лукавство с терминологией. В частности, с новостройками есть такая история, когда я покупаю квартиру. Реклама, купи квартиру новостройку. Ты ни хрена не покупаешь квартиру новостройку, ты покупаешь ценную бумагу, право требования. Участие, как там и написано, в договоре долевого участия в строительстве. Вот это последнее слово вообще часто забывают. Так вот, по большому счету банку наплевать, стоит эта машина этих денег. Ну как бы она, по идее, должна быть оценена. Банк при покупке автомобиля обязывает тебя сделать тебе каской. Потому что если ты ее разобьешь, страховая отвечает. То ответственность будет на страховой. О, сразу вопрос. В этом смысле обязательства по страхованию титула, ну то есть потери права собственности, то есть потери имущества, собственно аналогично разбитой машине, как обязательного условия нет. Да ты что? Нет, почти ни в одном банке сегодня. Я могу ошибаться, но ни в одном банке сегодня это как обязательное условие нет. Есть обязательное условие страхования тебя как заемщика. Опять же, потому что ты должен. Если ты вдруг помрешь или что с тобой? Совершенно верно. Или потеряешь инвалидность, трудоспособность и так далее. Вот это чаще как обязательное условие встречается, чем страхование титула. По титулу есть серьезные проблемы со стоимостью. Этой страховки, поскольку у страховых компаний практически нет на сегодняшний день статистики. То есть ты не можешь сказать, что стоит она столько, потому что риск потери такой-то и премия страховая должна быть столько. То есть я как же кадастр. Цена по кадастру. Не, имеется в виду вероятность вступления. А, вероятность вступления. А теперь ты знаешь, у тебя на тысячу автомобилей икс аварий, икс обращение в страховые компании, икс тотал лостов, ну и все, что с этим связано. А по титулу нет такой статистики. За 30 лет существования рынка. Или она ничтожно мала, и основываясь на ней, невозможно разработать корректные страховые тарифы. Как следствие, она реально дорогая. То есть мы сейчас проверяли на одной сделке, нам необходимо будет страховать 1%. От стоимости? Да, до 1%. То есть это условно от миллиона, это... На 10-миллионной московской квартире это 100 тысяч. Это 10 тысяч в год? Это 0,3% в год. А, то есть на 3 года. На 3 года это почти процент от стоимости. А почему на 3 года? Это какой-то срок сданной сделки? Как правило, в большинстве случаев это срок давности за небольшим исключением, связанным с наследствами, с обязательными долями, с обязательными участниками, которые должны были участвовать в неучаствовании в наследстве. Там срок давности по-другому исчисляется. Вот моменты, когда они узнали, что их обделили этим наследством. Я прошу прощения у зрителей. Вот пока мы не ушли далеко, ты когда сказал про то, что банк интересует состоится сделка или нет, есть всегда такой нюанс, который называется несовершеннолетние дети у продавца. Он это проверяет или нет? Хотя бы это. Опять, еще раз, это не имеет никакого значения с точки зрения банка. Да ты что? Если опека дала разрешение на сделку, то с точки зрения банка это сделка легитимная. Потому что на сделку с невершеннолетними собственниками тебе разрешение дают органы опеки и попечительства. И тогда банку, это безразлично, банк просто говорит, вы должны предоставить для осуществления сделки такой-то набор документов, в том числе разрешение органов опеки и попечительства. Еще раз, банк не будет проверять легитимность истории, то, что называется архивной выписки перехода права. Он не будет копать то, что делает, давай как бы, давай ко второй части, юридической проверки, которая на самом деле в большинстве случаев или во многом является некой следственной работой. Это не следственное, то, что кто-то ходит, как бы, и там, следственные мероприятия проводит, хотя это тоже бывает. В большинстве случаев это следственная, аналитика следственная, или аналитическая работа, где эксперт, юрист-эксперт анализирует предъявленные обстоятельства, набор документов не только за вот этот последний период, но и всю цепочку возникновения права собственности и перехода прав собственности между различными собственниками. Правильно ли я понимаю, что вот история начинается с момента приватизации, то есть когда-то там в 90-е годы или в нулевые, если задержанная была приватизация. Ну, приватизация или это была первичка. Ну, первичка, да, согласен. В общем, да, конечно. То есть вот тогда начинается история, и мне нужно там чуть ли не за 20 лет все это вот посмотреть. Совершенно верно. Тебе нужно за 20 лет просмотреть, поскольку основной риск, это что кто-то, кто был владельцем этой недвижимости, но незаконным образом потерял это право собственности, сегодня может предъявить права на эту недвижимость. Будь то наследники, будь то дети, которых там, да, на заре приватизации не было процедур точных, было не очень понятно, как это сделать. Было много случаев, когда, например, дети не участвовали в приватизации, а они должны были участвовать в приватизации, это сколько они были прописаны в этой государственной квартире. Вот эту историю, собственно, расследователь, юрист, правильно, наверное, говорить, что вот это некий расследователь, не следователь, а расследователь. Юрист, он вытаскивает на поверхность, анализирует по тем документам и по тем обстоятельствам, которые ему представлены, и дает свое заключение о тех или иных рисках или заказывает какие-то дополнительные проверки, например, по ЗАГСам, умерших проверяют, возможно, детей проверяют, ну и так далее, и так на потенциальных теоретических наследников, возможно. То есть, на основе предоставленной документации заказываются дополнительные документации. Где проблема и почему? Очень часто банки не справятся с этой задачей так же, как справится юрист расследователь по одной простой причине, что банк не поедет на кладбище проверять действительно похороненный человек и действительно есть ли об этом запись. Банк не поедет проверять в ЗАГС какую-то информацию собирать. банк не будет оперировать нелегальной информацией, а юрист расследователь не будет. Ну то есть, она не легальная информация, а нелегальным способом не открытая информация. Не из открытых источников. Не-не, она может быть закрытая, но нелегальный доступ к этой информации. Ну давай по простому скажем, через знакомого полицейского. Например. В паспортном столе. Не нельзя сказать, что фиктивная, но как бы через уголовное дело часто это делается, потому что под уголовной расследованием ты можешь получить информацию, которую в другой ситуации ты получить никаким образом не можешь. Так вот банк не будет этим заниматься никак, никогда и ни при каких условиях. Другое дело, что возможно в будущем нотариус, банк и правильно было бы, чтобы это был агент по недвижимости, юрист агентства недвижимости, имел легальный, тот самый юрист расследователь. или человек с соответствующей лицензией, специальной лицензией, имел бы доступ к этой информации соответствующими правами и обязанностями, а не разглашение этой информации, конфиденциальной информации, персональной данной и вся вот эта история. Но по факту этого ничего нет и непонятно, будет ли это в ближайшее время или не будет. Как следствие, агент по недвижимости, юрист расследователь, оперирует неофициально добытой информацией. И поэтому его проверка безусловно глубже в тех ситуациях, где это требуется. Но, ты знаешь, практика показывает, что 80% сделок или 90% сделок они все-таки находятся в нормальном правовом поле. И там нет каких-то проблем. И мы с тобой это знаем, хотя бы потому, что мы знаем случаи, когда даже юристы и даже агенты по недвижимости, которые декларируют, что они что-то проверяют, сталкиваются с простой ситуацией, с простым случаем, игнорируют эти проверки, потому что у них, как я уже сказал, есть себестоимость. Вы знали, что для того, чтобы обеспечить одинаковую изнашимость постельного белья, ткани, с которой делают простынь и пододеяльник, должна быть разной. Вот я не знал, пока не познакомился с комплексом апарт-отелей в ВАЛА, что в Петербурге. Здесь доходность инвестиций, если вы покупаете кусочек гостиничного бизнеса вместе с оснащением, обеспечивают профессионалы, которые деталям уделяют очень много внимания. Ознакомьтесь, все ссылки в описании. Ты упомянул слово, так всуешь, что называется, перечислен, банки нотариуса, поскольку тема нотариуса выходит за рамки сегодняшней передачи, просто два слова. Нотариуса тоже не все проверяют, как я понимаю. То есть, они тоже проверяют дееспособность, там еще какие-то может быть документы, но вот той самой проверки расследования там не существует. Поэтому это тоже иллюзия, если у тебя и банк, и нотариус, это все равно еще не гарантия того, что никто не проделит. Нотариус, так по-честному дееспособности не сильно может проверить, потому что это может проверить только психиатр в моменте, в случае, если это необходимо. Нотариус по факту удостоверяет, что ты, это ты, и подпись, это твоя подпись, и да, переход права, он заказывает, и он видит переход права, но он не видит историю, и он не видит архив, поскольку даже собственнику квартиры, вот ты собственная квартира, вот ты не можешь запросить информацию, выписку из архива, нет, не можешь, потому что это не имеет отношения к тебе, и это не твои персональные данные, это чьи-то чужие персональные данные, тебе их не дадут, ты можешь запросить только относительно твоего периода владения и недвижимости, я сейчас говорю именно о легальной истории, да, мы не говорим про что-то другое. Как бы по факту, если бы не было сегодня риэлторов или юристов, расследователей, то мы бы сталкивались с огромным количеством злоупотреблений, и это было бы просто поставлено, скорее всего, это было бы поставлено на потом. Я хотел бы уточнить два момента. Первый момент, когда ты сказал, что 80-90% сделок в правовом поле, у меня есть другие данные относительно именно недвижимости в Москве. Один из юристов, который был у нас на канале, утверждал, что каждая четвертая сделка может быть оспорена. То есть, это уже 75%. Поэтому здесь момент. Это первый момент. И второй момент, связанный с непосредственно вот то, что сказал юрист расследователь. Я где-то слышал, что вот подобная справка, выписка из архива стоит 2-3 тысячи рублей или там 5. Это правда? Это такой порядок, да? Да, конечно. Смотри, можно сказать так, что вот я сейчас говорю про московские цены, я не владею в этом смысле региональными ценами. Могу предположить, что Санкт-Петербург и Екатеринбург крупные города будут примерно в одной ценовой категории находиться. Значит, общая себестоимость, себестоимость проверок, которые мы заказываем на одну квартиру, колеблется в промежутке от 8 до 15 тысяч рублей в зависимости от того набора, который мне требуется заказывать. И да, действительно, есть просто специализирующиеся на этом люди, компании, фирмы, я уж не знаю, как это правильно назвать, но вот себестоимость примерно такая на один объект недвижимости. То есть, от 8 до 15 тысяч рублей это будут только документы, которые мне предоставят в нелегальных копиях, то есть, это не как бы с печати, с подписи от уполномоченных лиц. Это будут различные выписки из различных архивов, которые люди пошли и достали. Я тебе расскажу пример, поскольку был в моей жизни такой эпизод, когда я несколько месяцев пользовался рабочим столом в агентстве недвижимости. И так мне посчастлилось, как я теперь понимаю. Я сидел в юридическом отделе и наблюдал такую процедуру, когда агенты, а вот здесь не надо путать, опять же, многие считают, что агент проверяет. Агент не проверяет вашу недвижимость. Когда агенты приходили к юристу, каждый к своему, там их трое, по-моему, было, и просили, это так называлось, разрешение на сделку. Юрист ставит где-то там свою на копию визу, что да, разрешаю. Так вот, я наблюдал такую процедуру, когда юрист брал по всей видимости, я не могу сказать точно, вот эту вот архивную выписку и просто по ней проходил. Задавал опросы. Вот смотри, тут там Иванов Иван Иванович в 2002 году вот он типа там продал, и куда он делся? Совершенно верно. Или там вот здесь вот развелись, этот выписался, куда он делся? То есть нужно вот эту всю историю поднять. Соответственно, она агенту говорит, там, иди, звони, или там, не знаю, вот этому Иванову Иван Ивановичу, пусть он тебе объяснит, куда делся. Или там жена вот, пусть она даст расписку, что она не против продажи. Все верно. Вот этой всей бойдой и занимаются вот эти юристы-расследователи. Абсолютно справедливо, и в этом смысле ты прав, что агент по недвижимости выполняет некие функции оперативника, то есть он как бы приносит эту оперативную информацию, но не его задача анализировать, делать выводы и принимать решения о рисках, тех или иных рисках на сделке. Теперь, частные маклеры, по сути, выполняют весь функционал самостоятельно, но я тебе должен сказать, что в большинстве случаев это как раз те самые люди, которые много лет проработав по агентству недвижимости, набрали эту квалификацию уже, да, как бы из практики и через практику. Иногда это хорошо, иногда это не очень хорошо, иногда это помогает, иногда это мешает в каких-то вещах. Если бы к этому добавить качественное юридическое образование, то это было бы, конечно... Я думаю, что большинство правильных, да, частных маклеров, которые профессионально работают, они, скорее всего, с кем-то в агентстве имеют, сказать, свой, или с кем-нибудь юридической компанией, они имеют контакт и просто за денежку просят... Нет, видишь ли в чем дело. Юридические компании, как правило, имеют какие-то специализации. Это уголовная специализация, это бракоразводные процессы, то есть у тебя есть какая-то специализация. Специализации на недвижимость, я не знаю ни одной юридической компании. Ты знаешь? Да, мало того, они специально обслуживают тех самых частных маклеров. У них один из сервисов такой. Другими словами, их целевая группа это не физические лица, не обслуживание населения. Это аутсорсинг. Аутсорсинг. Вот этих самых частных маклеров. Не вопрос, я имел в виду, в первую очередь, B2C. Я имел в виду, когда у тебя бизнес обслуживает население именно с точки зрения сделок с недвижимостью. Вот таких специализированных компаний юридических я не знаком. Правильно ли я понимаю, что когда, например, мне агент перед заключением договора, неважно какого эксклюзивного, не эксклюзивного, но, наверное, про эксклюзивный здесь больше уместен такой вопрос, уместен, мне рассказывают про то, на вопрос, какие услуги вы мне окажете, мне рассказывают в том числе про то, что вот мы проверим юридический объект, я по идее могу задать вопрос, а что именно вы будете проверять, и тогда он должен вот это вот мне рассказать про архивную выпуску и так далее. И если он этого мне не рассказывает, то, скорее всего, я имею дело либо со стажером, либо с человеком, который реально ничего проверять не собирается. Видишь ли в чем дело? Мое глубокое убеждение, что аспекты связаны, юридически значимые, об этом говорит кодекс этики любой гиди, что все юридически значимые аспекты сделки с недвижимостью должны быть зафиксированы в письменном виде. Например, начиная с предложения по цене и заканчивая юридического экспертного заключения. И отсутствие такого юридического экспертного заключения в общем должно говорить о том, что экспертиза не проводилась. На самом деле. Потому что там написано, основываясь на какой информации, какие выводы тот, кто проводил эту экспертизу, какие выводы он делает относительно рисков той или иной сделки и покупки той или иной недвижимости. Поэтому я бы скорее тебе сказал так. Попроси образец такого экспертного заключения для того, чтобы понять, что именно и в какой форме и каким образом человек будет проверять. Не на словах, поскольку еще раз, все, что юридически значимое, обязанное должно быть зафиксировано в письменном виде. Потому что это может являться, например, мы с тобой обсуждали недавно очередные поправки в закон о добропорядочном покупателе. Вот я только записал себе. Например, чтобы доказать, что ты добропорядочный покупатель, ты должен доказать, что ты осуществлял проверку. Как доказать, если у тебя нет экспертного заключения письменного на словах? Мне агент проверил? Что тебе скажет судья в ответ? Вася какой-то чего-то где-то там смешно даже об этом говорить. Но если у тебя есть письменное экспертное заключение, то это является фактически неким в суде неважно в какой письменной форме. Сегодня и ватсап, и мейл-переписка, и все что угодно. То есть это тоже зафиксируется? Да, это фиксируется и это может являться предметом для такого как же вот этот самый юрист-расследователь даст такое заключение если информацию которую он получил не совсем легальне. Это вообще реально? Он не будет писать о том, что я это получил на основании информации не астролог сказал? Не, почему астролог? На основе перехода истории перехода права собственности. Откуда она взялась эта история перехода права собственности? Какая разница? На основании анализа истории перехода права собственности. Ну и дальше перечисляем все различные аспекты этих переходов? Кто откуда первый собственно второй собственно третий двадцать пятый на самом деле по крайней мере в девяностые в нулевые сидел в таких случаях служили безопасности в любых бизнесах сидел такой мужик и когда приходили проверяющие например спрашивали откуда у вас персональные данные или еще что-то на кого-то он говорит ну вот видите у нас сидит астролог ему ночью из космоса информация падает он сидел и говорил да мне информация приходит из космоса а на самом деле он был там бывший сотрудник или ФСБ или милиции ну окей с этим понятно и давай я хочу подчеркнуть если вернемся к тому с чего мы начали правильно ли полагаться на проверку банка когда ты берешь ипотеку да сейчас мы еще уточним то фактически ты полагаешь на то что банк проверил тебя и это чуть смешная история если у банка есть услуга связанная с проверкой как бы как услуга как правовая экспертиза подожди мы сейчас к ней вернемся давай я во-первых ну раз уж ты заговорил про банки я хочу в очередной раз может быть это уже там в пятый раз подчеркнуть что здесь происходит некая опять бы игра слов когда нам говорят я беру в ипотеку создается впечатление что я беру банка квартиру в ипотеку понимаешь это русский язык вот он в отличие от английского очень неконкретно я беру в ипотеку квартиру я как бы беру у банка на самом деле это полностью вранье в кредит я беру при помощи кредита точно так же как и машина это первый момент и второй момент я хотел бы подчеркнуть вот эту самую добропорядочность добросовестность покупателя то что в нашей стране в отличие от многих стран насколько я это знаю вот как раз таки не защищаются права покупателя и в том числе в смысле недвижимости в первую очередь наверное в других странах как бы насколько я знаю там все гораздо проще в этом смысле купил легально нотариус поставил там в данном случае свою визу все как бы никаких претензий это проблема государства это правда что это проблема государства и это правда что это не и должен сказать что это не проблема закона потому что ну с точки зрения закона все есть если ты добропорядочный покупатель если ты предпринял все необходимые усилия и так далее и так далее то собственно закон как бы на твоей стороне вопрос как будет это что суд решить как будет трактоваться вот этот добросовестность даже не трактоваться добросовестность ну например да ну что в каких-то ситуациях компенсации из бюджета такой есть да да конечно есть компенсации потери потерянного недвижимости на определенную сумму может быть из бюджета ну а дальше ты понимаешь что конкретный судья с конкретным человеком по отношению к чему бюджету это имеет отношение где-нибудь пересекаются в каком-нибудь да как бы он говорит пожалуйста у меня и так денег нет бюджете решение всякие другой когда выборы пройдут я уйду с поста мэра и как бы тогда бюджет будет не мой и поэтому это не вопрос это не вопрос закона это вопрос то что это право применения вопрос как эти законы применяются на практике но это же не проблема недвижимости или не пройдет только в недвижимости это же во всех сферах жизни сегодня плюс-минус я тебе скажу еще один момент который но опять же поскольку мы говорим в том числе и про иллюзии что многие думают что раз государственный орган который называется росреестр зарегистрировал сделку то он типа тоже проверил понимаешь вот как бы особенно люди попадаются трижды проверил росреестр когда оформил сделку проверил банки если мне выдал ипотеку проверил нотариус если он участвовал в сделке и я думаю что все хорошо на самом деле как бы ну вот вот не сто процентов во всем мире на этом специализируются люди которые имеют юридическое образование и юридическую специальность и все остальное в пользу ищем они могут предполагать могут думать все что угодно во всем мире адвокат берет процент со сделки процент ровно осуществляя вот эту самую работу исследовательскую расследовательскую у нас эти функции присвоили себе риэлторы агентство недвижимости юристы в агентство окей не вопрос эта функция просто перешла от вот этих людей к этим людям но это функция без этой функции ты не можешь осуществлять юридически значимые действия с товаром который называется недвижимость который как бы до определенным образом эти права собственности определенным образом зафиксированы и зарегистрированы говорят что как бы блокчейн эту проблему решить но пока что на уровне как бы вот формальным государственным и так далее и это кстати правда потому что одна из основных на за день совершенно верно это записи которые никогда не теряются и записи которые всегда однозначно трактует пока это но это про далекое будущее это не прощаться какая разница даже когда это будет далеком будущем то это все равно просто будет зафиксирована история на это прошли кто-то должен это проанализировать интерпретировать в риске и эту интерпретацию предоставить клиенту кто это будет делать юрист даже не робот потому что количество алгоритмов количество вот этих вот ветвлений если то если то если то настолько велико там на самом деле делать даже не ответвление дело в том что как только у тебя появляется какое-то ответвление ну вот как я тебе рассказывают в примере, например, а куда делся вот этот товарищ? Записи по нему просто может не существовать. И все равно придется обращаться, искать имя, фамилию, телефон, и спрашивать, а ты куда делся? Ты вообще, может быть, умер? У тебя убили там, и как бы квартиру отжали. Вот. Мало того, мы с тобой не затронули пока еще момент, связанный, что когда мы берем, опять же, квартиру, новостройку в ипотеку, то тоже у всех создается впечатление, что банк проверил застройщика. Там вообще история, как бы смешная, банк дал застройщику право выдавать ипотеку дольщикам. То есть там даже нет квартиры, если она не будет... Ну это мы сейчас говорим про старые правила, не про ФСЗ-214, новый. Да, но это не имеет никакого значения. В принципе, да. Это не имеет никакого значения. Если застройщик разорился, по ФСЗ-214, не ФСЗ-214, по-любому, если он разорился, то ты вместе с ним в доле, но ты продолжаешь выплачивать деньги по тем кредитам, которые ты брал для того, чтобы он имел возможность строить. Ну, по новым поправкам просто тебе эти деньги через какое-то время вернут просто, потому что они лежали на эскроу-счету. Это совершенно верно. Эти деньги не пошли в строительство. Это как бы другая история. Деньги теперь дает банк. Но если мы говорим о том, что ты брал деньги в банке, для того, чтобы отдать их застройщику, чтобы он строил, то ты был с ним в доле на его строительстве. Если он не достроил, не достроил, то деньги банк ты должен будешь выплачивать, а стройка остановилась, потому что он разорит. Ну, иди сам достраивай. Мало того, да, ты дал деньги в долю человеку, которого даже, как правило, не знаешь, потому что там он где-то наверху сидит в строительной компании. Совершенно верно. Ещё раз, давайте разделим прям сильно-сильно-сильно деньги, которые ты взял у кого-то. У банка в данном случае. Ну, почему? Это может быть какой-нибудь кредитно-потребительский кооператив, просто кооператив, конечно. Это может быть друг. Это может быть друг. Деньги, которые ты взял у друга, а потом ты будешь говорить другу, слушай, тут такая ситуация, у меня квартиру отжали, поэтому я тебе не верну деньги. Так, что ли, получается? Это как бы смешно. Поэтому вот эти вещи нужно обязательно, ну, вот люди должны делить у себя в доле. Ты взял денег в долг, и ты купил недвижимость, используя деньги, которые ты взял в долг, и теперь они твои. После того, что ты взял, это твои деньги, и это твой долг. И недвижимость не имеет к этому никакого отношения. Для банка это некий чрезвычайный форс-мажор, когда он должен забрать у тебя квартиру, потом платить за неё налоги вместо тебя, коммунальные платежи вместо тебя, до того момента, когда он продаст. А кто будет продавать в банке? А в банке нет такой должности продавец квартир. И так. А это как бы через публичные, через... Ну, короче, это целая история. Вот банку это зачем? Он деньги тебе давал, он не квартиры собирался продавать. Да, он не торгует квартирами. Да, он не торгует квартирами. Я не торгую семечками, банк не дает... Вот, точнее, банк не торгует семечками, я не даю в долг. 20 секунд о нас. С этим 2 ТВ в этом году входит 5 каналов. Сейчас вы смотрите наш основной канал. Но есть еще каналы для профессионалов рынка, люди недвижимости, а также каналы о бизнесе девелоперов, бизнес в каске, коммерческой и зарубежной недвижимости. Ссылки на все наши каналы вы найдете в описании. Приятного просмотра. Пока мы не перешли вот к этой истории с юридической проверкой от банка, с такой специальной услугой, которая уже есть в некоторых банках, я хочу просто маленькую иллюстрацию, опять же, к вопросу, наверное, не относящемуся к банку, а относящемуся к теме проверки. Дело в том, что у нас был описан случай, по-моему, 2 года назад мы описывали, что было совсем. Ну, все проверили, но Почта России, так сказать, не в суе будет упомянуто. Дело в том, что человек, который продавал, был достаточно уже, скажем так, пожилого возраста. И на момент сделки он уже был признан, скажем так, неизвеспособным, потому что в психоневрологическом диспансере, точнее, в другом, не по месту жительства, а в другом, он полежал в больничке. Ну, в такой, не совсем для людей с нормальной психикой, он там полежал. Но пока письмо из этой больнички шло в психоневрологический диспансер по месту прописки собственника, вот в этот момент произошла сделка. Причем, по всей видимости, умышленно именно в этот момент. Шло оно почти месяц, там, 3 недели. Произошла сделка, и потом через какое-то время, по-моему, через год, мало того, этот продавец еще умудрился умереть, его жена потребовала вернуть квартиру, потому что она сказала, ребята, вы обманули моего бывшего мужа, он вообще был недееспособным, сделка недействительная. А деньги, которые он получил, я не получал вообще. Не знаю, где они. И он даже не получал, хотя расписка была. Ну, там куча геморроев. Поэтому вот к вопросу о изощренности вот этих вот всех нюансов, которые могут быть с недвижимостью, мы, наверное, еще не раз вернемся. И поэтому теперь я предлагаю вот перейти ко второй части, которую мы в самом начале отложили. Что такое, так называемая, юридическая проверка или экспертиза, которую оказывает банк, когда там ставишь галочку «хочу». И там какая-то себестоимость, по-моему, даже приличная, тысяч 15 рублей стоит. Ну, наверное, опять же, у этого есть. Что делает банк? Вот то же самое? Смотри, нет, там, еще раз, я тебе сказал, что банк не будет заниматься расследованием. Не будет заниматься расследованием. Если в случае, если банк видит какой-то риск, который требует дополнительного расследования, то он тебе скажет, здесь есть риск. Точка. А, просто констатив. А ты сам решаешь. Да, смотри, в большинстве случаев это всегда. Даже когда юрист расследователь дает экспертное заключение, или компания дает экспертное заключение, юрист агентства недвижимости дает экспертное заключение, то там в любом случае риск на себя принимает покупатель. Он говорит, а я не боюсь этого риска, все равно хочу купить. Это квартира моей мечты. Она единственная в природе. Таких случаев полно-полно, кстати. Когда покупатель настаивает на своем, что нет, я все-таки хочу купить. У меня были случаи, когда я устраняюсь из этой сделки. Потому что потом это бумерангом вернется ко мне репутационно. Я буду доказывать, что я не верблю очень-очень-очень долго. Я лучше не получу эту комиссию, но как бы не... Я знаю, что в агентствах обычно берут расписку с покупателя. Да, например. А то он предупрежден, он берет на себя риск и так далее. Теперь банк делает ровно ту же самую историю, сильно не углубляясь особо. Потому что у тебя большинство рисков или ситуаций, которые являются рискованными, они лежат на поверхности. И поэтому можно говорить о том, что в 90%, в 95%, в 99% случаев экспертиза банка как юридического профессионала будет ничуть не хуже. Хотя бы потому, что банк в состоянии купить тех самых профессионалов в агентствах недвижимости. И это то, что по факту происходит. Если ты посмотришь на юристов, которые работают в этих отделах банков, которые занимаются ипотекой, то ты обнаружишь, что они в прошлом. Инком, МИЭЛЬ, БЭЭЛЬ. Не будем рекламировать. Я сейчас говорю про Москву. Я сейчас говорю про Москву. И соответствующие крупные региональные подразделения соответствующих банков. То есть, другими словами, это люди и с качественным образованием юридическим, и с очень хорошим опытом работы именно в этой сфере недвижимости, проверок и так далее. И с ресурсами банка, которые сегодня несопоставимы с ресурсами ни одного агентства недвижимости. Поэтому я могу сказать тебе, что в большинстве случаев они будут конкурировать. Эти проверки будут конкурировать с экспертными заключениями агентств недвижимости, но не на уровне вот этого вот, а вот мне эта квартира супер нравится, а давай мы покопаем все-таки, а вдруг мне ее стоит купить. Вот здесь будет стоп, и здесь тебе будет написано здесь такие-то риски, вот такие-то белые пятна в этой истории, вот это вот это неочередно. Скорее темные пятна. Белые, в смысле провал. Провал информации. Вот это вот мы не можем тебе точно гарантировать, что здесь нет. На твою ответственность. Пожалуйста, на твою ответственность, если ты хочешь, то покупай. Например, в этой ситуации страхование титула может решить часть проблем, и банк тебе это скажет, что от этих рисков тебя защитит страховой поле, стоимость такая-то, пожалуйста. Но еще раз, по-моему это абсолютно конкурентная сегодня становится история именно с точки зрения крупных банков. Скажи, пожалуйста, вот опять же, в том самом случае, когда я сидел в юридическом отделе, там было две группы юристов, по крайней мере которых я наблюдал. Одна группа юристов, так сказать, выпускала на сделку, ставила визу, можно-нельзя. И еще был специальный юрист, который ходил, что называется, в суды. Вот насколько опыт представления интересов, там неважно, клиентов агентства недвижимости в судах, в данном случае, является дополнительным плюсом, что человек знает, о чем идет речь, когда проверяет. Потом в суде. Ты имеешь в виду, что будет ли банк? Нет, я имею в виду квалификация вот этого самого юриста-расследователя, который с точки зрения судебной практики, нужна ли ему эта судебная практика? Как проверить, а действительно ли он правильно, достаточно расследовал, и он знает, что потом приведись пойти в суд, он знает, как меня защищать, как клиент. Вы смотрите, как бы. Как проверить такого юриста, но слушайте, фиг его знает.ulturecaph cộng Ну да, согласен. Именно юриста так проверит, я не могу тебе это сказать, а как проверить того, кто проверял потом этого протеста. Как проверить того, кто проверял ребен una urista,ака проверяла этого друг друга. Как бы бесконечная historia. Еще раз, для этого нужны страховые компании. Страховые компании, ты как бы покупаешь риск наступления страхового случая. риск потери собственности. Купи эту страховку. В конечном итоге стоимость 1% напротив 99%, это как когда ты пришел в казино и решил поставить 100 рублей, чтобы выиграть 1 рубль. Вот что это значит, когда ты мне покупаешь эту страховку. Понимаешь, да? Ты поставил миллион рублей на кон, для того чтобы выиграть 10 тысяч. Вот что ты сделал, когда ты не потратил эти 10 тысяч. Да ты их выиграл, окей, но возможно ты потерял миллион. Вероятность в казино потерять миллион гораздо выше, чем в сделке с недвижимостью, но тем не менее аналогия достаточно корректна. Вот эту дискуссию нам с тобой нужно продлить, например, с Олесей Рудаковой. На этот момент у нас должна быть реклама какой-нибудь страховой компании или страхового брокера. Спасибо тебе большое. На самом деле, я думаю, что вопросов будет в комментариях много. А вот это, а вот так, а это, а что вот это. Поэтому я тебя прошу очень сильно, ты в комментариях отвечай. А вам спасибо за внимание и всего доброго. И как я раньше говорил, какой бы ни была сделка, главное, чтобы она была безопасна. Мне кажется, здесь это очень уместная фраза. Спасибо большое. Никому не желаю терять. Пока, всего доброго, до встречи. Пока.